Виталий Викторович, чем вызвана активизация дипломатических отношений между Приднестровской и Молдавской Республикой и Россией? Я, конечно, рад тому, что вы характеризовали это как активизацию, потому что у нас всегда были достаточно динамичные дипломатические отношения. Но сейчас Карасин был у вас в гостях с рабочим визитом, сейчас вы приехали, встречались с заместителем главы Министерства иностранных дел Карасиным опять же здесь, так что, как говорится, весна, ледоход. Согласен, да, есть динамика, вы абсолютно правильно отметили, она действительно имеет под собой конкретное основание. Речь идет о том, что наша основная задача запустить планомерный процесс урегулирования для того, чтобы добиться максимально конкретных результатов в этом процессе, которые положительно скажутся на жизни населения, в том числе жизни приднестровцев. К сожалению, на протяжении длительного времени у нас политический переговорный процесс на всех уровнях испытывает определенные трудности, мы бы назвали ситуацию стагнирующей по целому ряду оснований. Конечно, Российская Федерация здесь, как один из основных участников переговорного процесса, как и гарант, и посредник, конечно, прилагает серьезные усилия для того, чтобы возобновить, придать позитивную динамику, возобновить предметный диалог. А каковы сегодня позиции всех сторон? Нужно отметить, что во главе угла находятся позиции самих сторон конфликта, да, Приднестровья и Молдовы. Здесь противоречие, наверное, начинается с этого спаслового ядра, потому что молдавская сторона, на наш взгляд, не заинтересована в процессе урегулирования в рамках переговорного механизма. Поскольку применяются односторонние меры давления на Приднестровье, они активизировали за последние два года. Есть целый ряд таких вот индикаторов, которые показывают, что молдавская сторона избрала путь нанесения односторонних ударов в целях выбросить Приднестровье вообще из этого переговорного механизма. Из-за стола переговоров ей одеть наручники. Это касается уголовных дел, которые заводятся в отношении представителей органов власти Приднестровья за то, что они выполняют свои функциональные обязанности. Доходят до гротеска, уголовные дела заводятся в отношении председателя правительства Приднестровской Молдавской Республики и отдельных министров, в том числе и некоторых из них, которые участвуют в переговорном процессе как руководители экспертных рабочих групп. То есть, я как понимаю, сейчас происходит усиление давления со стороны Молдовы на вашу республику? Абсолютно верно, но оно не происходит сейчас. К сожалению, оно происходит уже довольно длительное время и постепенно-постепенно это давление обретает новые качественные формы. Вы сказали, нарастает давление. Нарастает абсолютно. В самой Молдове-то сейчас непонятно, что творится, как говорится. Никак не могут власть придержащие Молдовы устаканиться, прийти к какому-то единому мнению. И все равно в этот момент они усиливают давление на республику. Меткое замечание. Объясню, почему. Любая молдавская элита, которая приходила к власти на протяжении всего периода независимого существования нашего соседа, она всегда придерживалась единой позиции по отношению к Приднестровью. Неважно, были ли это коммунисты, были ли это социалисты, либо были ли это альянсы европейскую интеграцию. Все они придерживались крайне жесткой позиции по отношению к Приднестровью, рассматривая нас в качестве некой составной части, некого унитарного государства. Поэтому здесь у них нет внутреннего противоречия по отношению к перегорному процессу. Всегда использовались блокадные ограничительные меры. В 2006 году было мощное начало, мощного витка экономической блокады, которая продолжается сегодня. Только сейчас уже этими действиями, совместно с Украиной, они пытаются завершить те цели и задачи, которые поставили раньше. То есть Молдова сейчас объединилась с Украиной, чтобы давить на республику? Безусловно, ситуация в Украине очень непростая. И с учетом проевропейской так называемой риторики, они находят взаимопонимание, работают теперь уже в части нанесения ударов по Приднестровью с двух сторон. Я еще вернусь к теме внутриполитических процессов, которые можно охарактеризовать как некая нестабильность. Так вот, на политическом уровне наши партнеры самым циничным образом пользуются этим и говорят о том, что у нас есть процессы переформатирования власти, переназначения каких-то чиновников. Одни делают одно, другие — другое. Поэтому вот здесь на вас оказывается давление, мы пока не можем повлиять. Ветви власти у нас различные, есть определенные элементы хаоса и так далее. Давайте как бы там будем сохранять спокойствие. То есть это в качестве прикрытия используется для того, чтобы продолжать наносить удары, вот такие вот укусы по Приднестровью и демонтировать основы переговорного процесса. Ну а как одна из сторон Запад к этому относится? Ну, я могу сказать, что в принципе и Молдова, и Украина, они все действуют в рамках западной парадигмы, в рамках концепции евроинтеграции. В 2014 году они подписали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, подписали, частью этого соглашения является договоренность о зоне свободной торговли. И, конечно, это геополитический такой вот мощный фактор влияния, в котором находится Приднестровье. И эти условия создают нам дополнительные объективные трудности, потому что нас вынуждают существовать в рамках этой парадигмы, которая навязывается со стороны молдавских и украинских элит. То есть договорно-правовые основания в рамках переговорного процесса сейчас игнорируются, а используются односторонние методы, нас пытаются вклинить в тот контекст молдавско-европейских или украинско-европейских отношений, в котором мы не участвовали, мы не вели с ними переговоры и мы не брали на себя никаких обязательств. Нас пытаются заставить исполнять эти обязательства. Как чувствуют себя приднестровцы? Потому что ведь вы находитесь в тисках, я бы сказал, в этих жестких тисках, в враждебных жестких тисках. И блокадой транспортная, и логистики по снабжению, и экономическая, и финансовая. То есть все, что можно, вы знаете, вы находитесь в окружении, в жестком окружении, и, как говорится, один друг и тот, как говорится, до него рукой не дотянуться. И тоже еще появилось огромное вражеское государство, я так называю, но вы можете сказать и по-другому, но государство, которое направлено, я имею в виду Украину, против Приднестровской Молдавской Республики. Ну, я бы здесь все-таки не согласился, потому что мы традиционно развиваем добрососедские отношения. У нас проживает порядка 100 тысяч граждан Украины, многие из них обладают паспортами Украины, мощная украинская диаспора. То есть, в принципе, в Приднестровье проживает приблизительно треть русских, треть украинцев и треть молдаван. В этом плане у нас нет никаких проблем и конфликтов, но определенные действия со стороны современного украинского руководства, конечно, они не отличаются положительным отношением в сторону Приднестровья. Там есть определенная риторика агрессивная, нас обвиняют в неких планах напасть на Украину, устанавливаются какие-то барьеры. У нас буквально более года назад был негативный инцидент, связанный с тем, что украинские пограничники расстреляли из автоматического оружия наших граждан, которые в неположенном месте переходили границу, но уже находились на территории Приднестровья. Человек очень сильно пострадал, в тяжелом состоянии находился. То есть все это не способствует нормализации отношений. Поэтому мы, конечно, говорим о том, что у нас нет никаких агрессивных планов, это очевидно. Мы являемся частью этого регионального пространства, мы открыты к построению взаимовыгодных добрососедских отношений. У нас традиционно с областями Украины, и с Одесской, и с Винницкой областью были подписаны соглашения на уровне еще президентском, то есть подписывал еще в свое время первый президент Приднестровья. У нас есть очень много возможностей для взаимовыгодной торговли, приграничной торговли, развития комплексного отношения, в том числе и культурного и так далее. Нельзя ни в коем случае подвергать сомнению вот этот добрососедский исторический контекст и определенную близость взглядов в угоду какой-то сиюминутной политической конъюнктуре. Вы абсолютно верно отметили, мы находимся в сложных, таких вот, в крайне сложной ситуации, и беда в том, что она ухудшается, и пока, честно говоря, особо мы не видим каких-то принципиальных возможностей для того, чтобы ее резким образом улучшить. Мы предложили позитивный концепт развития нашего стратегического вектора, определенного референдумом. Он заключается в том, что мы могли бы сформировать на данном региональном пространстве концепцию евразийского региона Приднестрова. У нас есть очень детально проработанная концепция. Она получила одобрение в профильных структурах Российской Федерации, в экспертном сообществе. Есть позитивное заключение, в том числе и МИД России. Но необходимо над этим работать. То есть я принципиально полагаю, что концепция осажденной крепости — это негативная концепция, и ресурсов у этой крепости не так много. Нужно развивать евразийскую интеграцию, нужно идти навстречу чаяниям населения. А эти права и интересы нарушаются. Я думаю, что в рамках концепции евразийского региона Приднестрова мы могли бы получить позитивную повестку и кардинальным образом изменить данную ситуацию. В Приднестровье находится российский миротворческий контингент. Это такая сдерживающая сила всех сторон. Мол, мы есть, и мы будем соблюдать порядок и мир в этом регионе. И в то же время, в связи с ожесточением давления на Приднестровье, опять становится вопрос о том, чтобы российский контингент был выведен из Приднестровья, нам не нужен, говорят, и в Молдове. Эти разговоры идут и на Западе, да и в Приднестровье тоже, в вас в республике тоже какие-то слышатся отголоски этих речей. На всех уровнях мы всегда заявляли о том, что мертвойская операция это единственный гарант мира и стабильности. И пока мы не пришли к какой-то окончательной формуле справедливого и всеобъемлющего урегулирования Молдоприднестровского конфликта, у нас нет никаких оснований для того, чтобы демонтировать основной, главный стабилизирующий элемент в этом региональном пространстве. То есть Тирасполь за то, чтобы российский миротворческий контингент оставался там? Не просто за то, вообще этот вопрос никто не ставит. Таким образом, для нас это очевидно. Вы сейчас объяснили четко политику Тирасполя, Приднестровской республики, политику МИДа, республики. Но я просто спросил еще и потому, что в законодательные власти, в Приднестровье, там не всем нравится ваша вот такая вот позиция. Почему я вопрос задал? Да, я понимаю, о чем вы говорите. К сожалению, в последнее время мы слышим со стороны некоторых наших парламентариев определенные критические замечания и определенные выпады в адрес. То есть внешнеполитического ведомства, внешнеполитики Приднестровья. Но все те цели и задачи, которые мы ставим перед собой четко, основываются на воле нашего народа, которая отражена на референдуме, на концепции внешней политики. У нас есть два основных приоритета. Это евразийская интеграция Приднестровья, сближение с Россией и урегулирование молодоприднестровских отношений на паритетных добрососедских началах. Мы принципиально говорим о том, что урегулирование должно основываться на воле народа, должен быть референдарный принцип положенного главы угла. И как уже люди определятся, так необходимо исходить из этого на политическом уровне. То есть критики хотят вас подтолкнуть к более конкретным действиям? Боюсь, что критики, собственно говоря, с учетом предвыбранного контекста отрабатывают свои какие-то установки. И в то же время они просто нас куда-то хотят столкнуть или подтолкнуть. Мне кажется так, я не уверен, что они понимают до конца конечную цель этой критики. Но в спину толкнуть очень легко, кстати, предвыбранную дипломатию, чего раньше никогда не было, потому что по вопросам внешней политики всегда был консенсус. И я убежден в том, что на общественном уровне, в общественном мнении Приднестрова есть полная поддержка и одобрение тех действий, которые проводит внешнеполитическое ведомство Приднестрова. То есть, внешняя политика Приднестровской Молдавской Республики, она не изменяется и не изменится? Ну, мне кажется, что она должна становиться еще более профессиональной и качественной, но концептуально у нас есть те ориентиры, по которым мы работали, работаем и уверен, будем работать. И главный ориентир? Главный ориентир — это независимость Приднестровья и стратегическое развитие отношений с Россией. Спасибо. Спасибо.